Всем привет, дорогие друзья! У кого-то утро, у кого-то вечер. У меня середина дня. В Москве бывает только середина дня. Не бывает ни утра, ни вечера. Поэтому мы сегодня к Новому году готовимся опять-таки. Несмотря на то, что кажется, до Нового года далеко, все это ложь и провокация до Нового года. Очень мало времени. Сейчас оп и Новый год. Всегда так типа, ой, там еще две недели, там еще три недели, месяц там и так далее. Моментально пролетает. Поэтому продолжая новогодние закуски, новогодний стол, селедочка. У меня на канале, как я обнаружил, нет селедки вообще. Я думал, 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 что же такое к Новому году. Решил, что все-таки, так как это закусочная история и нужно проводить старый год, нужно провожать его без мяса, провожать его с рыбой. Потому что, во-первых, вас на столе ждет оливье, масса еще горячего, масса еще всякого запеченного. А в конце еще тортики, всякие пирожки, если вы доживете, то давайте мясом, чтобы не забивать желудок, рыбка, хлебушек, овощи, ну и какие-то простые штуки, которые не займут много времени, но дадут очень классный эффект. Так, смотрите, у меня здесь белый хлеб. Значит, у меня здесь есть такая бонусная штука, как колечко. Колечко у меня есть, колечко так, и колечко вот так. Два получится, да, у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, два, два, четыре, шесть, восемь, десять. Десять. Пять сделаем одной закуски и пять сделаем другой закуски. Все. По размеру тогда так и получается. Вырезаем колечки. Дорогие друзья, у меня для вас необычное предложение. На одном из стримов мой подписчик Андрей предложил организовать тур. Ну, то есть он его организует, человек-экспат, ездит по всему миру, знает очень много всего местного. И мы собираем группу единомышленников, которая захотела бы посмотреть Таиланд изнутри. Начинаем с Бангкока, потом на север. Пробуем северную кухню, потом заканчиваем все это в Краби, на юге. Две недели тусим и пробуем еду разную, спрашиваем, смотрим. Может быть, даже кто-то нам разрешит и поготовить. Внизу есть описание, ссылочка. На сайте подробнейшая программа. Пожалуйста, подключайтесь. Я буду рад видеть вас вместе в большой компании по Таиланду. Ю-ху! Вот такие вот. Возьмите любое кольцо, ножницы, там что угодно, что у вас есть под рукой. Канапешки же должны быть симпатичные. Все, это все детям отдавайте. Пусть играют. Значит, что делаем дальше? Дальше нарезаем все так, чтобы у нас получились готовые, так сказать, платформы для выкладывания этого всего. Я сразу же включу, пусть нагревается сковородка. Сковородка нагревается, доделываю все остальное. Тут есть два варианта. Значит, если вы совсем торопитесь, не обжаривайте. Если вы хотите сделать вкуснее, то, конечно, нужно обжарить. Хотя бы с одной стороны. Так, бинокли все мы выкладываем вот сюда куда-нибудь, чтобы они нам не мешали. Значит, их можно перерезать или просто высушить. Потом в блендере взбить у вас будет панировочные сухари. Все сухари, которые у вас остаются от разных видов хлеба, никогда не выбрасывайте. Все складывайте, сушите, складывайте, сушите, а потом сделайте ассорти. Черный хлеб, бородинский там с кориандром что-то, корочки обрезали, делали какие-нибудь ровненькие штучки. Все туда, все перемалывайте, у вас будет очень крутая панировочная смесь. Небольшое количество сливочного масла. Просто расплавляем, расплавляем, расплавляем и выкладываем наши колечки сюда. Нет, колечки это то, что с дырочкой внутри. Значит, медальончики, монетки. Ну, как-то так. О, знаете, что можно сделать вот из этой? Можно ее обжарить с одной стороны на маслице, на сливочном. Все, она впитается, корочка образуется. Потом перевернуть на другую сторону и вылить сюда 2 перепелиных яйца. Ну, или по 2 в каждую, 4 перепелиных яйца. И у вас будут такие мини завтраковые, завтрочные бутерброды с перепелиным яйцом внутри. Только жарьте на щадящем огне, чтобы ничего к сковородке не прилипало, чтобы потом можно было удобно не отдирать ее, а очень аккуратно прилепить. Отлепить, вернее, прилепить. Далее у нас по плану мы должны смешать ингредиенты для двух, так сказать, видов канапе. Первое. Сливочный хрен. Столовую ложку. Ну, так как у меня там их немного, поэтому там чуть-чуть больше столовой ложки. Потом обязательно сюда добавляем половину столовой ложки зерен горчицы. Есть прям зерна. Видите, это не совсем горчица. Это зерна горчицы, но они вот как-то в определенном... А что здесь в составе, кстати? Вода, семена горчицы, сахар, уксусная кислота, соль, куркума. И добавляем это сюда. Перемешиваем. Получаем такую светлую массу, но с вкраплениями горчицы, которые будут потом похрустывать. И так как вы знаете, что медово-горчичная заправка очень хороша для всевозможных там... В Финляндии все можно убрать. С одной стороны пожарились, с другой не буду жарить. Все отставить, пусть они досыхают. Значит, в Финляндии очень популярна медово-горчичная заправка, например, для лосося, для семги, которую делают там или гравлакс, или просто семга в укропе и так далее. И еще прекрасно везде, вот я и в Мюнхене встречал сельдь, маринованную в майонезно-горчичном соусе. То есть горчица прекрасно подходит к селедочке, что, в общем-то, не умаляет ее профессиональных качеств на вашем новогоднем столе. И обязательно сюда нужно колечко лука. Одно такими кубиками нарезаем мелкими. Ну, не очень мелкими, получается, что они должны у нас быть чуть больше, чем горчичное зерно. И пока вы там дойдете до селедки, сделайте вот этот замес чуть раньше, чтобы лук с уксусом, который есть и здесь, и здесь, немножко, знаете, повзаимодействовал. И, о, хрен, лук и горчица. Это три самых русских, самых народных ингредиента. Ну, я не считаю только кетчуп и майонез, да? Майонез тоже у меня есть, он у меня будет в другом замесе. Мне понадобится тазик. Маленький зубчик чеснока здесь у меня. И свекла. Свеклы, вот у меня тут есть половинка. Свекла – это отварная. Купленная моей супругой в магазине. Уже в отварном виде есть такие в упаковках. Чтобы сильно не заморачиваться, если хотите заморочиться, я вам уже, кстати, в видео «Салат со свеклой» рассказывал про эту историю, что берете фольгу, моете свеклу, натыкиваете ее зубочисткой, натыкаете там, дырочки делаете, кладете на фольгу, посыпаете немножко солью, черным перчиком, можно бальзамического уксуса и маслица, потом заворачиваете и по отдельности каждую, и запекаете ее до готовности. Такая свекла, конечно, при запекании концентрирует сахара, становится в 100 раз вкуснее. Но если вы экономите время, то, пожалуйста, можете воспользоваться таким способом, как я. Я же все время стараюсь как бы убустрять какие-то ролики. Вы хоть и ругаетесь, что они долгие, я много болтаю, но вот такая моя участь. Слушать вашу ругачку, но делать свое дело. Потому что получается-то вкусно в итоге. На мелкой терке, друзья, мелкая соломка должна быть, потому что канапешка маленькая. Если вы сделаете вот на этой большой терке, то тогда, конечно, у вас будет... Ну, грубовато будет, да? Она маленькая, будет аккуратная и такая однородная будет масса. Вот. И руки целы, и гости сыты. Я эту перчаточку припасу. Она у меня одна единственная. Припасую ее, пусть она лежит здесь. Воспользуюсь в следующий раз еще чем-нибудь. Зубчик чеснока. С чесноком будьте осторожны. Много чеснока для свеклы хорошо, а если там свекла и селедка, то не очень. Поэтому нужно прям взять плоскость ножа и немножко, так сказать, отдавить, отжать чеснока от маленького зубчика. То есть, получается, вот если его соскрести, вот можно его увидеть, он прям здесь чуть-чуть на кончике ножа. А все это остальное куда-нибудь его притулим. Пусть используют в следующий раз. Значит, здесь щепотка соли. И плоскостью ножа вот так вот превращаем это все в пюре. Перетираем вместе с солью. Чтобы вкус был, а кусочков не было. Опа! Теперь все это собираем пальчиком, оп, туда. Далее на нашей программе. Мазик трясется. Желеха. Эмульгаторы там все нормальные. Люди едят эмульгаторы в большом количестве. В Новый год, в Оливье. Значит, что делаем? Чайную ложечку я добавляю. И обязательно сюда черный перчик. И перемешиваю все со свеклой. Кладите понемногу. Потому что если вдруг вы поймете, что у вас мало майонеза, вы всегда можете добавить. А когда вы поймете, что у вас майонезный суп, отнять его уже будет тяжело. Поэтому всегда по чуть-чуть добавляйте. Ну и по своему вкусу. Свекла сладкая. Соли добавлять сюда я не рекомендую. Потому что, во-первых, селедочка соленая. А во-вторых, мазик тоже ведь имеет там соль в себе и сахар. Все, получилась вот такая вот красненькая жижка. О! Достаточно будет. Достаточно одной таблайки. Если у вас такой терки нету, значит, либо аккуратно ножовым, острым, либо овощечисткой. Но овощечисткой получается тонковато. Здесь все-таки я хотел, чтобы она такая была прям потолще. Видите, овощечисткой вы можете налепить, нарезать, вернее, такие ленты, свернуть их и ими украсить. Потому что я планировал, из-за того, что я, видите, могу себе там позволить всякие колечки иметь. Я же повар. Я вот такие вот вещицы себе оп, накатаю. Для украшалки. Во-первых, это с удовольствием съедят дети. Вообще, даже в этом не сомневайтесь. Никуда это не пропадет. Полное безотходное производство я вам гарантирую. Если нет детей, значит, до Нового года еще достаточное время. Делайте, как я. Эй, подруга, посмотри на меня. Делай, как я. Делай, делай, как я. Так, что делаем дальше? Селедку. Режем. Аккуратные ломтики селедки. Не заморачивайтесь там с кружочками. Не надо над селедкой издеваться. Селедка это основной ингредиент. Можно издеваться над всем, чем угодно, кроме основного ингредиента. Да и потом, у всех она разной плотности. У кого-то разваливается, у кого-то не разваливается. Вот с одной стороны греночки поджарились, ну, а с другой стороны они мягкие. Но края высохли, потому что тепло от сковороды, как раз все это подсушило. Выкладывать нужно на вот эту часть, потому что сливочное масло здесь создало жировую пленку. В итоге оно промокнет когда-нибудь, ну, этот кусочек хлеба. Но не так быстро. Когда селедочку пробовал, вы как раз смотрели видео, где я пробовал голландскую селедку, когда я был в Голландии на стажировке. И были комментарии, мол, типа, ты алютерскую не пробовал. Пробовал. Я же работал бренд-шефом компании «Русская рыбная фактория». И мы снимали кино на Камчатке. Я был на Камчатке, где я пробовал и алютерскую селедку, и пробовал иваси, которая к сельдевым вообще никакого отношения не имеет. Почему ее называют селедкой иваси, вообще не знаю. Это сардина в чистом своем виде. Точно такая же, как водится в Средиземном море. Ну, отличия, понятно, есть. Ареал обитания другой и так далее. Но так же точки, так же я во Францию приезжаю, или в Италию куда-нибудь, и всегда вижу эту сардину, у меня слюна течет. Я беру это филе свежее, солю вот так вот маслом, соль, перец и лимонный сок, даю постоять 5 минут, и чуть базилик накрошил, и уже пока там кто-либо из нашей компании наливает венцо, я уже это попробовал, и с вином это, конечно, великолепно. У нас солят в России просто шикарно. Сельдь, не сельдь, а сардину иваси. И самое главное, что из-за вот этой вот жировой прослойки, которая есть под кожей у иваси, вот из-за нее соль-то глубоко не проникает. Если вы еще будете солить ее с головой непотрошенную, вот это будет огненный иваси. Огненный. В общем, берете эту вот, вот эту вот красную жижу, красную гущу, выкладываете вот сюда, и вот так вот добавляем сюда свекольно-майонезный, народный, так сказать, вкус. Главное, сильно не заморачивайте. Вкусовую составляющую. Визуально, конечно, хорошо было бы на праздничный стол поставить что-то такое симпотное. Теперь выкладываем селедочку. Если у вас есть алюторская, алюторскую, да. Если у вас есть иваси сардинка, она сюда великолепно подойдет. Килечка пряного посола, килька просто соленая, значит, сюда еще и мойва соленая подойдет, только нужно, чтобы там без костей это все было. Любая соленая вот такая вот вонючая рыбеха, это будет вообще самый огонь. А если у вас есть голландская, вы из Голландии привезли, ну, я хочу сказать, что вы сразу стали чемпионом. Потому что голландская селедка имеет совершенно иной вкус как таковой. У меня сейчас сталинская. Ничего сложного, раз. Делаете свекольную массу погуще, и тогда она меньше пропитывает вот эту штуку всю хлебную, да. Ну и, соответственно, что осталось? Нам только огурчик сюда притулить, для того, чтобы свежесть была, свежесть. Если у вас селедка соленая очень, да, и вы хотите понизить, значит, нужно брать побольше хлеба, побольше свеклы и поменьше селедки. Тогда у вас будет баланс хороший. Если селедка норма, то тогда прям вообще будет у вас супер-супер-супер гуд. Ну, тут как бы по вашему желанию. Можете листочек прикреплять, можете не прикреплять. Любая. У меня базилик, ну, просто из-за того, что только был базилик, я его поэтому использую. Ну, можете любую. Укроп, там, кто что любит, какую зелень, я здесь, здесь не принципиально вообще. Участие зелени в этом процессе. Вторая часть морализонского балета. О! Ядреный какой хрен оказался. Здесь нужно резать тоже наискосок, но только толще. Прям потолще резче куски, помощнее. Такие прям, бам! И потом каждый кусочек, я сейчас это пока отложу. Каждый кусочек на две части еще нужно разрезать, чтобы были такие, какие-то оковалки. Далее достаем то, что мы планировали. Давайте сделаем на доске, а потом я переложу на тарелку. Значит, сюда мы в первую очередь добавляем основу. Соус, да? Зерна горчицы, лук, вы помните, и хрен. Хрен с луком вам в Новый год! Это будет такое пожелание добра и счастья, вкусной кухни, вкусного стола. Хрен вам с луком на Новый год! Шутка такая! Можно, кстати, про пиро из жопы совы уже зашла прекрасно. Теперь осталось еще парочку каких-нибудь цитат на... на придумывать, и... и можно пускать уже в народ. В общем, она все равно будет подтекать немножко, потому что эта субстанция, эта жидкая, она же не стоит, как свекла. Так, вот сюда теперь нужно кусочек селедки. Смотрите, можно что сделать? Можно еще добавить сюда мед. Кому-то вдруг в голову придет мед добавить. Добавляйте, не стесняйтесь. Так, выставляем вот сюда. Е-мое, что же у меня? Старелка-то грязная такая. Кто-то плохо помыл. Кто-то в моем доме плохо моет тарелки. С короткой стрижкой барышня тут такая есть. Ксения ей зовут. Что я, как повар, всегда мою с особой тщательностью и внимательностью. У нас, знаете, такая привычка. Не дай бог, кто-то увидит, что какой-нибудь отпечаток пальца на краю тарелки, еще и в интернете напишут, мол, типа, офигеть, тарелки никто не натирает, и поэтому, ну, как правило, у всех шефов, мы даже за официантами еще подглядываем. Типа, что эту тарелку? Ну-ка, поставь тарелку назад. Не бери эту. И теперь еще маленький штришок. Зима, время, черри. Нормальных томатов не купишь, но черри огонь. Очень-очень-очень хороши в это время года. Поэтому, если взять, например, какие-нибудь черри разные и отрезать вот такие вот колечки, то вот такое колечко можно еще сверху добавить на селедку. Ну, чтобы одна закуска была с огурцом, а вторая была с помидоркой. Я вас уверяю, вот зайдет, зайдет прям, поверьте мне, куда пошла. Вот этот сладкий привкус помидора подчеркнет сладковатый привкус вот горчицы. Потому что вот эта зерновая горчица, она такая, уксусно-сладковатая. И прям будет все как будто вот оно создано друг для друга. И когда приходит время пробовать, это как будто Новый год наступил. Ура! Можно есть оливье! Совершенно знакомый вкус. Вот если вы сделаете такую селедочку в таком виде со свеклой, каждый человек, который будет ее пробовать, он просто расцелует ваши руки. Скажет, вкус понятный, ничь какой экзотики здесь нету, нет вауэффекта. Вернее, вауэффект в том, что ты ешь, у тебя хрустящая булочка, у тебя прекрасная соленая селедка, сладкая свекла и свежий огурчик. Зелень любую добавьте, значит, захотите, чтобы какое-то влияние она оказала, добавьте кинзу, окажет влияние. Захотите сделать это все нейтральным, укропчик, петрушка. Главное, что это не перо из жопы совы, господа. И дамы. Так, второе у нас в чистом виде. Действительно. Как я и планировал. Селедку здесь не найти. В том смысле, что вот этот сливочный хрен, они что-то еще добавляют и сахарок, и то, и все, и пятое-десятое. Он получается такой очень кисленький, яркий, вкусный. Лука тоже нету такого, чтобы вот прям вы чувствовали лук. Если, конечно, вы его много не положите. Помидорка там, она дополняет сладость хрена и горчицы. И, короче, все это скрывает селедку. Это не селедочный вариант. Я имею в виду, что селедка в таком варианте прямо на такая обработанная вся. Как будто бы там вовсе и не селедка. Очень рекомендую этот вариант. Вот этот мега знакомый, а вот этот очень непонятный и очень вкусный. Это тоже, конечно, очень вкусный. Это вкусно, это вкусно. Я к тому, что с Новым годом, дорогие друзья. С наступающим. Еще не 31 декабря. Еще будет много новогодних рецептов. Все, пока всем.